Уж если в армию, так в боевые части, говорят новобранцы, чтобы родные горделись, да и самим чувствовать себя настоящими защитниками Родины. В военкомате заверяют, место в вооруженных силах найдется. Министерство обороны в пределах где-то 100 человек, погран войска где-то тоже 120 человек и внутренние войска где-то 150-160 человек. То есть наряд большой, это для нас тоже большой объем, потому что здесь будет обязательно идти отсев, то есть по каким критериям, это в первую очередь, первый критерий это здоровье. Именно этот критерий станет камнем преткновения для многих молодых людей, желающих попасть в армию. Здоровье призывников в последние годы оставляет желать лучшего. Об этом говорят почти все специалисты призывной медкомиссии. Насчет здоровья, конечно, надо сказать, показатели ниже стали, чем раньше, потому что в последние годы особенно много стало плоскоскопиона и было. Далее появились варикозные вены расширения, вен, конечности, геморрой появились. Вот это совсем последние уже неприятные новости. Не знаю, откуда берется, или физически занимается, или слабые дети настолько. Ну, среди терапевтических, самое распространенное, это недостаток веса идет. Среди них очень много желающих, но, к сожалению, мы не можем их призвать, потому что много веса не хватает. 5-6 килограмм. Поэтому мы их вынуждены обследовать. И заболевания сердца, пролапсы. Вот это вот сегодняшний, на сегодняшний день, это вот наш ВИЧ. Тем не менее, команды, как всегда, будут укомплектованы полностью. Желающих служить много, и у каждого свои аргументы в пользу службы в армии. Ну да, у каждого свои интересы. Кто-то хочет из-за карьеры, кто-то вообще хочет просто своей родине из-за патриотичности отслужить. А кто-то действительно хочет стать военным, кому-то действительно это нравится. И как-то мечта может, цели карьерные, военным стать. Первые новобранцы уйдут в своей часе 15 октября. Это будут войска Министерства обороны. А последняя команда покинет Шимкент в декабре. Местом службы этих призывников будут войсковые части внутренних войск.